Игрушки из Союза многим навевают детские воспоминания, а если их целая коллекция, долгую ностальгию. Людмила Раннего создала выставку советских игрушек, вдохновившись работами московских коллекционеров. Здесь около 300 моделей, большая часть их собрана за последний год. Понимаете, куклы эти игранные, и время наложило свой отпечаток, и так как эти куклы залюбленные, можно так сказать, да, ими играли, любовались, кормили, поили и так далее, стирали, мыли. И эти куклы, конечно, имеют не идеальный вид. Владелица кукол реставрирует мелкие повреждения. Без волосом находит парик, голым шьет платье. Благодаря кропотливой работе хлам становится музейным искусством. Будущий экспонат она находит у знакомых и незнакомых на улице и в интернете. Но есть экземпляры, которые пришли из необычных мест. Вот эта школьница, например. Однажды я вышла, ну, каждый день выносим какой-то мусор из дома, и я вот этот мешочек так бросила, мусорный бак, вот лук. И смотрю, торчат вот так ножки. Я ее не могла остановиться, я ее взяла, вытащила. На меня смотрел грустный взгляд грязной куколки. Она была огоньенькая, вот, и я ее не могла уже оставить. У каждой из игрушек своя, неповторимая история. Например, эти зверушки с опилками внутри живут уже больше полувека. Современные модели вряд ли столько продержатся. Вы знаете, кто? Понятия не имею. И мне даже не хочется к нему ни прикасаться, ни на него смотреть. Черное что-то, какое-то ужасное. Война какая-то, какая-то... Селная война. Ну, меня как-то... Нет, такие куклы, игрушки меня напрягают и вызывают отрицательные эмоции. Подружки Барби понравились Людмиле Раневой куда больше. Ну, так, не до восторга. Называются эти куколки на хвостушке, похвалюшке, да. То есть быть лучше, быть богаче, быть круче. Советские изделия несут совсем другие. Семейные ценности уверена Людмила Ранева. Она планирует расширить коллекцию. Ведь так хочется пригласить в нее знаменитые ленинградские игрушки. Наталья Оршинская, Дмитрий Козлов, ЗАПТ-ТВ.